на ремонте унитаза проблема в том что постоянно подтекает чтобы не делать ничего не получается удалить протечку постоянно вот видите такая постоянная полоса может быть в любом месте смотря где скапывает и потихонечку травит вода я расскажу как устранить какие есть основные причины и как их можно устранить для того чтобы добраться до причины нужно снять вот эту крышку просто вручную цепляетесь за эту кнопку и откручиваете она откручивается и поэтому потом можно снять верхнюю крышку здесь я уже разобрался и так крышку я снял ну и основная причина заключается вот в этой конструкции значит как она снимается против часовой стрелки нужно тут внизу за основание буквально ну там на сантиметр раз она повернулась и все теперь может там зацепление основная причина заключается в том что вот здесь загрязняется или вот в этом месте на резинке загрязняется или то место куда она прислоняется не вот сюда сюда нацепляется а вот сюда здесь нужно взять и аккуратненько ничем острым а просто так может быть даже просто пальцем тряпочкой снять все там соринки могут быть и ржавчина может остаться и здесь хорошо это основная причина по которой может протекать но бывают особенные случаи как вот случай с этим бачком произошел значит смотрите получается что когда протекает под резинкой то протекает вот здесь но бывает под всей этой конструкции внизу эта конструкция расслабляется там с обратной стороны гайкой держит чтобы добраться до этого всего нужно полностью снять бачок и он снимается вот эти винты тут есть два винта которые здесь снизу откручиваете крепление и откручиваете шланг который присоединяется и после этого вы можете снять бафф тут есть резинка которая герметизирует чтобы ничего не протекала и тут есть крепление то есть нижние конструкции вот это если эта гайка раскрутилась по какой-то причине то там в зазоры может протекать вот здесь вот здесь вот может протекать вода поэтому нужно открутить и хорошенько вот эту вычесть раскрутить вычистить и хорошенько эту гайку закрутить и тогда у вас не будет протекать но это редкий случай но однако такое тоже бывает тут как например именно в этом случае протекает именно вот эта гайка раскрутилась и он тут просачивался и постоянно подтекал чтобы не делали с этой конструкцией что не делать иногда бывает новую ставят а она все равно подтекает если вот эту не поменять если они один в один кто-то эту конструкцию точно такую же покупает думает не буду снимать бачок потому что чтобы вот сюда добраться нужно бачок снимать кто-то не хочет думает ладно я поменяю только эту конструкцию а эту оставлю и все равно протекает приходится снять бачок разобраться с этой частью и только тогда в данной ситуации решится проблема ну вот такое видео которое может быть вам поможет если есть сложная ситуация это непростая ну а для того чтобы назад поставить нужно новый комплект комплект комплекты крепления бывают вот такие черные оцинкованные как видите при снимании он отломался потому что заржавел весь даже будучи оцинкованным бывают латунные вот такие а бывают из нержавейки самое лучшее это из нержавейки рекомендую ставить из нержавейки латунный тоже иногда окисляется смотря какого качества вода ну а вот что происходит с оцинковыми это еще хороший вариант бывает так что прогнивает вся эта шляпа полностью и уже нет возможности даже открутить она или просто сама отпадает и тогда бачок может отвалиться поэтому рекомендую все таки или нержавейку или хотя бы латун на этом все повторяйте хорошего вам ремонта и мирного ремонта увидимся на канале оцинковые 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 оцинковые